Идем на завтрак. Что, как вообще по размещению, как вам, Орленок? Далеко от моря. Красиво. Далеко от моря? Очень. Очень далеко, вот эти вот 25 метров. Да, до Лунного еще дойти там, это постараться. Ну, до Лунного понятно, да. Обедаете, ужинаете в этом солнечном, да? Еще все время по ступенькам. Ну, тут такая горестая местность, поэтому, да, поэтому есть такая проблемка. Сильно устали после первого боя? Уже отдохнули. А, ну, отлично. Уже искупались. Уже искупались на закрытом пляже. Но это мы рассказывать не будем. Да, да, да. В общем, не зря поехали, на Колм тоже едем. Да, это значит, да. Это пробник Калман. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, понятно, что по, как бы, уровню задач, но Гранд Лига здесь, это может, ну, с натяжкой первая лига на Кубке Калмогорва, то есть даже не высшая. Поэтому надо понимать, что там, как бы, сдачи такие, не подарок. Что, Селк Евгеньевич, как, ребята, как руководитель, что можешь сказать? Дай бог условия понять. Ребята нормально, богу-то боевое у них. До этого они принимали участие в боях, пришлось им объяснить хоть немного по правилам и немного по стратегии. Ну, вы уже разобрались, да, что первые вызываете на самую сложную задачу, которую вы решили. Ну, скорее всего. То есть, понятно, что большие шансы, что соперники не решили, соответственно, проверка корректности, вы забираете эти 12 баллов. Но понятно, что надо проверять, что решили. Если точно, ну, чувствуете, что плохо порешали соперники, кажется, что порешали лучше, то понятно, что можно сделать просстрел на нерешенную задачу, которая так, ну, вроде, относительно адекватно выглядит. Но этим редко нужно заниматься. У нас просто как-то однажды был матбой, где, ну, я сам участвовал как школьник. Мы решили 9 задач из 10, соперники 6. Мы проиграли, мы справились. Вот, не надо так делать. Ну, там они некорректно вызывали как раз на те задачи, которые мы решили, а мы все не могли угадать, куда они это... То есть, они какой-то очень странный набор задач порешали, ну, с нашей точки зрения. Вот, и, соответственно, как раз на нерешенную задачу мы думали, что она такая, ну, скорее решенная. Там ее решение, ну, какие-то сложные факты ссылалось. Вот, и у нас, ну, в команде был межнарник Михаил Григорьев, и он там не смог убедить жюри, что все хорошо с этими фактами. Судил, кажется, тот бой Кирилл Андреевич Сухов. Поэтому можно проиграть спокойно, решив больше задач. Поэтому, как бы, матбой это не то же самое, что командная олимпиада. Тут есть еще какая-то тактика. Но, как бы, опыт набирается быстро, правильно? Так что давайте набирать его. Такой вот вечерний орленок. Я тут два раза был на смене, один раз на турнире, когда был школьником. Жили вот в тех домик. У вас, на самом деле, в этом плане намного больше прав, так сказать. Потому что, если бы вы здесь на смене были, вас бы заставили всякими орляцкими штуками заниматься. Типа, там, свечка у них есть вечерняя, еще что-то. Зарядка. Ну, зарядка, естественно, да. Ну, боже мой. А это-то естественно. Ну, вообще, все, Евгеньевич, можно и так устроить зарядку ребятам. Да, если кажется, что не дотягивают по физухе. У нас зарядка по лестнице до лунного лестника. Ну, в принципе, да. Там неплохая зарядка. У нас новая, правда. Не, я там тоже один раз жил в этой лунной, когда мы приезжали только на турнир. В общем, да, впечатление там так себе от этого проживания. А у вас комнаты как? По сколько человек вообще? А, ну, еще более-менее. Кровати двуспальных двухэтажных нет? Нет. Ну, нормальные кровати, да? Да. Ну, ладно. Хотя бы так. У, Б, А. Всем привет. Включение после первого матбоя сыграли в ничью. Какой счет получился? 36-38, да? Да. Не в нашу пользу, но три балла спасительных, если разница не больше трех баллов, это ничья. Как вам такое правило матбоя? Нравится? Да. Нравится. Пока. Лучшее правило, да? В матбоях. Что, как вообще впечатление? Мы успели посмотреть первую задачу. Это был классический пример того, куда катится современная геометрия. Вот с этими всякими свойствами кубик и так далее. Вот с очень-очень интересными решениями. По итогу 12 баллов у соперников, да, по этой задаче? 12-0. Ну, да, да. В общем, жюри тоже разобрались, поняли, что все правильно. Ну, мы будем надеяться на это, что они разобрались. Что, как дальше было? Потом вроде была по второй задаче, ну, второй раунд. 6-0. Это выходили, да, что-то рассказывали? Да, я. А вот проверка корректности была. Да, вышел рассказывать, но понялось то, что у меня была лажа только в самый последний момент, когда я сел уже обратно. А, понятно, понятно. Ну, то есть, в общем, понятно, как Игорь Андреевич правильно написал уже в чате, что перепроверять лучше, да, такие моменты на всякий случай. Сначала выдалось хорошее, начали со счета 0-18. Да, счет 0-18, не в нашу пользу, и потом вызов снова ваш, правильно получается? Потому что была проверка корректности, 6 баллов соперникам, соответственно, нужно повторить вызов. И тут уже... О чем подключился господин Сергей. Да. Сергей затащил 12 баллов. Что это, что графы? На третьей задаче, там что было? Ну, машинки эти, туда-обратно ехали. Давай, что микрофон будет. Да, 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 что там получилось? Вы вызываете и... Мы вызвали, они проверили нашу корректность, и 12-0. И чистое полное решение, 12-0, так сказать, вернулись в игру. Да. Да, потом даже вырвались вперед в какой-то момент, то есть тоже вызов соперников, правильно, но получается уже, то есть вы рассказываете, так как корректный вызов, соответственно, переход к соперникам, и там что-то, по-моему, неполное решение получилось? 10-2. 10-2 получилось. Это уже 20-2. Сначала дали форум, счет 0-18. Да, да. Потом чуть-чуть включились, и уже счет 22-20. 22-20. Да, правильно, правильно. Молодец, хорошо считаешь. Не зря руководителем взяли и судить Гранд Лигу. С арифметикой не было. А потом там какая-то интересная была ситуация по задаче, да, снова опять Богдан рассказывал. Видимо, опять проверка корректности с лажей. Да, я, получается, сразу отказался от решения, которое в котором были продвижения, и получилось так, что я тогда не знал, что можно было так делать, но жюри... Ну теперь знаешь. Но жюри разрешило зачитать эти продвижения. Ну да, 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 да. Так бывает, что условно говоря, на самом деле оно логично, потому что вы не можете понимать, не зная, например, всего решения, вы же не можете понимать, оно вообще имеет отношение к делу или не имеет. Это уже жюри как раз должно оценивать. То, что вы отказались полностью, ну типа, лучше не отказываться, Лучше говорить, что ну вот какие-то продвижения есть, можете их оценить Потому что кто-то одним образом правила понимает из жюри, а кто-то чуть по-другому Кто-то, например, услышав, что все вы отказались полностью от своих слов, то сразу 0 может поставить Поэтому тут, конечно, чуть-чуть спасло И дальше там 12-0, 12-0, да, получилось? Да, изменяется И, соответственно, вот эти два балла как раз и спасли Вот, понятно А что вообще, как решили, получается, сколько задач? Ну, получается, по факту решили всего 4 задачи А думали, что 6, да? Надо из 10 Ну, на самом деле 6 баллов, 6 задач, если бы реально были, да, то это вообще очень неплохо Это типа для Гранд Лиги очень круто Вот, а, ну, проверять надо То есть зачастую вот эта одна нерешенная задача, это как бы не 0, а минус одна задача Потому что ситуация В итоге плюс 18 им было Ну вот да, 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 потому что, по сути, вы бы просто, ну, как бы не стали бы вызывать, например, на эту задачу, да, там, или Ну, если бы вас вызвали прерывную корректность И, возможно, у них бы задача тоже была не решена Вот, ну, а так, нет, ну, первый блин не комом Вполне нормальное выступление Понятно, что команда соперников, получается, 6, да, решила на командной олимпиаде? Нет, ну, даже меньше А, даже 5? 6 Нет, по-моему, 6, по-моему, 6, да То есть, по идее, следующий тур у вас с командой, которая проиграла бой А, нет, не факт, у вас так как ничья, то вообще непонятно, кто с кем Ну, нет, понятно, я имею в виду, что второй тур внутри этой группы с кем? Скорее всего, с огурчиками С командой, которая, как они называются-то? Просто огурчики, да? Просто огурчики, ага, понятно Потому что я сегодня судил арбузные клетки какие-то Вот Так у нас называлась команда, Вик? Палочки Нет, клеточки Клеточки Это я все их хотел палочками назвать, арбузными Вот, у нас, конечно, да, в юниорах был интересный бой Не то, что у вас, вот эта вот геометрия Вот Как вообще решалась норм вот до боя? Как оцените? Где можно было, условно говоря На какую задачу не обратили достаточно много внимания, если такое Девятая 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 это что? Это комбинаторика Комбу испугались Теория игр Ну, понятно Ну, в общем, в любом случае, да А, это где вслепую игра Все, я понял Она тоже была у девятого класса Разбирали И, в принципе, она такая адекватная, на самом деле, достаточно задача То есть, ну, понятно, что там первую геометрию можно не решить, ну, типа, ноль вопросов примерно Вот А эта задача, конечно, обидна, да Ее можно было спокойно решать Она стояла просто рядом с последней геометрией А, геометрия как бы это И условия на полстрани Не, ну, слушайте, так часто бывает, что условия длинные, а на самом деле задача не такая уж и страшная Поэтому тут никаких проблем Вот что они делают в свободное время Поддерживают командный дух Налаживают слаженность командных взаимодействий Ну что, ребят, прямое включение со второго матбоя, да, точнее, после второго матбоя А как сыграли? Ничего 38-37 38-37 и уже в вашу пользу, да? Вот сейчас мы обсуждали, что теперь правило трех баллов надо отменять было перед сегодняшним туром А как вообще порешали? Что получилось, что не получилось Как оцениваете свои продвижения после прошлого? Сколько мы ушли? Пять в итоге решено? Пять Пять, да Пять, ну вообще достойно Шестая очень плохо, все шестая Мы на нее потратили Пять полуминуток потратили Это где еще замена докладчика была, да? В итоге лажа В итоге она тоже шестая Да, шестая Они не знали оценку А, понятно, понятно Ну, в общем Ребята, я тоже не могу У нас тоже, кажется, были в лиге несколько задач, которые, оказывается, решаются по-другому Оказывается, что там ответы не те Ну да ладно, видимо, бывает Ну, так сказать, местный колорит Какие планы на завтра? Выходной? А, уже записались Спать и купаться Спать, купаться Ну, вообще кайф Отлично Ботать в Сошхард Не, куда ботать? Реально надо отдохнуть Вы что? Ситуация в группе Знаете, да? Четыре балла Долгопробный Они же Московская область Два балла у вас Ну и по одному баллу у тех, с кем вы сыграли в ничью У нас, как бы, самая миролюбивая команда Я думаю, что ни одной пока нет команды, которая только в ничью играет Поэтому надо, конечно, ребятам что-то с этим сделать, с этим миролюбием Но я думаю, что вот как раз Катамаран для этого предназначен Чтобы они зарядились энергией, злостью там побольше Надо было на огурчиках более жесткой мотивации Да вы вообще... Сломать и порежьте их салатом Съешьте и подавите Мы были свят уверены в том, что они не решили девятую Но я вообще варианта не успел посмотреть на самом деле Но там такая усложненная интерполяция Интерполяция Да Смотрим вариант Девятая, я считаю, что самая... А девятую вы сами решили? Вы четвертая самая Ну мы решили, но она так пришла к нам идея Девятую Да Она к нам пришла так, что мы подумали, что это типа... У нас она решена сложнее, чем... А, и вы имеете в виду, что вы на нее вызвали? Потому что думали, что сложная задача А, нет, ну так бывает на самом деле Это нормально Это на самом деле норм Хорошо Шестая, да? Самая это... Самая зубастая оказалась Они оценку не знают Но она 3Н плюс 1 как-то делается Ага, понятно Ну весело, весело, весело Как вообще... Так, команда огурчики, это кто? Это те, кто на смене А, это просто сборная команда, да? Со смены, но те, кто... Ага, ага Понятно, понятно Не, ну нормально, нормально Ну в общем, да, ситуация в группе понятная 4-2-1-1 Если победа, то выходите с первого места Ну, видимо, по личной встрече, потому что первый показатель Вот, если ничья Ну, то большие шансы, что будет блиц Потому что если те единички сыграют не в ничью, а кто-то победит То не личная встреча... А, ну может командная, да, вывести? По-моему, блицы не любят на южном турнире Помню я такой момент Там по личным встречам потом... Если есть возможность, да Личная встреча и ничья Если у них в ничью, да, у них уже будет делиться тогда 2-3 место с большими шансами Тогда по команде И тогда с большими... ну, 7 только у Долгопы Короче, надо не проиграть Он нам завтра Долгопу Ой, ну, желательно выиграть, конечно Вот А не огурчиков 66-12 А МОЗ-Область, знаете, с каким счетом победила? 96-4, что ли? Что, у вас, может, какие-то вопросы? Что, как? Разобрались с боем, с проверками, с самопроверками? Ну, одна лажа была, да? По итогу Ну, 2 Очень дорогая Очень, правильно? Правильно, 0 Запомните эту последовательность 2, 1, 0 Нет, не 0 решенных задач, а лажь, лажь Вот, а решенных задач было сколько? Было 4 Было 4 Нет, в первом, ну, реально решенных 4 же было, правильно? А вчера, да Сегодня 5 Так, следующее число 10 10 Вот, молодцы, молодцы Знают, разбираются, разбираются Ну, вот А, в общем, давайте, да Если выходим в полуфинальные матчи с нас Что, тортик, шашлык, что хотите? Надо сначала выйти Да, сначала Ну, в общем, это, что-нибудь разберемся Да можно и просто какие-нибудь А мы в полуфинал выйдем только, если возьмем, победим? Нет, ничья тоже можно Но, ну, короче, если проиграть, то вряд ли Потому что, скорее всего, те единички Ну, вряд ли они в ничью сыграют, правильно? То есть, скорее всего, кто-то победит, и у них будет 3 балла А так, что еще? Какие важные моменты по бою, надо сказать? Потому что и в том, и в том бое И в первом, и во втором Все полминутки использовали уже после На третьем раунде, что ли А, ну, то есть и дальше нельзя было закрыть какие-то даже Да, и дальше нельзя было Вот в этом бое бы помогло В последнем раунде Если бы оставалось вот одна-две полминутки Помогло, что команда следит, что происходит у доски И использует полминутку на то, чтобы сказать Либо своему докладчику, либо оппоненту Что, ну, вот оппоненту особенно, что что-то не то происходит И сказать оппоненту, что происходит не то, к чему прикопаться Потому что вот то, что Игорь Андреевич написал вам Что в последнем раунде, получается, вместо оппонирования Не вы забрали баллы, а жюри забрали баллы на том, что... Ну, понятно, да, да, да Ну, там на самом деле даже, наверное, конкретно это бы не спасло Спасло Эти бы плюс 2 балла, допустим, на последней задаче Потому что там только 2 балла можно было бы забрать Но там еще до этого вы могли, наверное, 1 балл не потерять по второй задаче Там 1-1 за счет Это же явно какая-то такая мелкая дырка, да, которую можно было... Там просто на единичку общет Ну, вот, вот, вот То есть, на самом деле, смотрите, как лучше делать А вот когда у вас, ваш представитель рассказывает, как вы обычно... Что делает команда в это время? Слушайте, мастер Ну, вот, да, на самом деле, во-первых, понятно, что во время боя можно что-то дорешивать Да, то есть, можно 2-3 человек на дорешку И там двое внимательно следят Но только реально внимательно, то есть, как будто бы они сами бы это оппонировали И понятно, что если вы видите какой-нибудь обсчет Ну, это можно заметить, да, все-таки там всякие такие моменты Вот, с этим можно взять действительно полминутку А тратить, как бы, 5-полминуток на лажу Не, ну, понятно, что можно же не верить, что это лажа, да? Может, кажется, что вот сейчас завалит Там жюри верили до последнего Что это не лажа? Да Ага, понятно Нет, просто еще много используете Вот и в первом бою тоже использовали сначала одну, потом три, потом две А полминутка, это должен быть как пидстоп в формуле 1, где сразу уже, как бы, что-то готовое есть, что сказать Да, 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 то есть, условно говоря, разумно брать полминутку, если у команды действительно есть, что сказать своему Представителю Можно быстро сказать, а у вас, получается, вы берете... Можно вообще там, на самом деле, на листочке написать даже Еще что-то, еще что-то, и вот, получается, сразу несколько берете Стойте И в этой вот, когда... На листочке, тема Лайфхаки какие Я же не мог на листочке написать Мы меньше полминуток потратили Ну да, потому что хотя бы, ну, действительно, где-то хотя бы одну полминутку лучше сохранять на какой-нибудь крайний случай Ну понятно, что жалеть ее не надо, если вы действительно увидели какой-то косяк Там два балла действительно, как вы видите, могут решить многое Вообще, на из плана ЮМТ можно уже с листочком выходить Да Не, ну, конечно, да везде можно Да на любых матбоях Ну, нельзя просто читать полностью Где-то можно, типа, выйти с решением, но его положить и не смотреть ему в окна Не, ну так, подглядывать-то можно Ну ладно, не важно, не важно Короче, здесь можно реально спокойно написать, да Давайте поделимся Вот, наверное, спрашивают, почему Витя капитан команды? Как так получилось? Ведь капитан — это большая ответственность То есть вы, наверное, ну, такой вот очень ответственный человек, который готов дать по шее всем остальным, построить их Суэфа проиграл Как это случилось? Суэфа Суэфа проиграл Вот так вот у нас выбирают капитана команды Школкова Думаю, надо сделать традицией Во втором раунде Да, во втором раунде Я сражался Я думаю, на самом деле, можно вместо суэфа какие-то еще варианты попробовать Армрестлинг там Неплохо, неплохо Ну подумаем, да, подумаем Надо бандернизировать, согласен Ну что, отдыхайте? Отдыхайте? Как вообще отдыхаете? Как проводите свободное время? Как эти мегамозги, что они делают в свободное время? Наверное, что? Задачи, наверное, не решают, да? Ну потому что надо отдыхать Это правильно Что делают? Наверное, на улице гуляют Иногда Книжки читают Правила турнира читаем Правила турнира Это хорошее Как Библию заучил Я читал Да, мы читали С Богданом Ну капитан же Капитан должен прочитать Всем привет еще раз Вот собрались тут с частью нашей команды Чтобы ребята рассказали А как вообще вы сюда попали? Вот давайте, наверное, у Богдана Может, сначала спросим Как вообще вы оказались в Орленке? Наверное, занимаетесь математикой, да? Как произошло знакомство со Школково? Как вы оказались в команде Школково? Ну вот, получается, когда-то, давно, в 8 классе Меня познакомила учительница с... Ну, показала ролик как раз у вас, Дмитрий Алексеевич Ну, я тогда не знал вообще про Школково И, ну, я начал смотреть ролики Школково Ближе к концу 9-го Понял то, что, ну, нужно что-то делать Ага То есть полтора года реально просто что-то смотрели, да? Какие-то открытые ролики Да, да Какие-то интенсивные, наверное, бесплатные Которые мы проводим Ага Ну, я понял то, что это то, что мне нужно И решил все-таки... Записаться на курс Записаться на курс Сразу в СОЖ? Да, сразу в СОЖ Сразу в СОЖ А, получается, после 9-го класса Какие вообще были результаты? Ну, вот, получается, призер региона И почти призер Кавказской оптимистической олимпиады Ага, ага А призер региона с какими вообще баллами? 34 балла А, ну, то есть, такой, чуть-чуть меньше половины от общей суммы Но понятно, что, да А учитесь вы, получается, в Ставрополе? Да, в Ставрополе В Кадетском... В Кадетском... В Кадетском училище Ага, вот как оно То есть, президентских, как бы, несколько, да? Есть 239, да? Да Президентский лицей Ну, кому он нафиг нужен? Правильно? Лучше президентское Кадетское училище Вот А... И... Как... Ну, он занимался форматом И... В онлайн часто приходили... Нет, это очень редко Да, редко Потому что я сам помню, что Богдан очень редко что-то писал Но в чате, достаточно активно В чате Да, 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 да Ну, вот, получается И вот, ни с того ни с сего Стал призером Всероссийской олимпиады Ну, просто так, случайно, да? Случайно совершенно Получилось так, да А какой на регионе был бал, на сколько, то есть, уверенно прошел? 58 Да, проход был, по-моему, 50, да? 50, да Ну, то есть, на самом деле, достаточно уверенно прошел, получается, на Всероссийской После Всероссийской же еще ездили на майские сборы Ну, да, ездил на майские, летние, и сейчас поеду на осенние еще Ну, то есть, как бы, еще дальше не закончен цикл отбора на международную олимпиаду Да, на самом деле, есть шансы даже куда-нибудь съездить Ну, клево, клево И, а здесь как оказались? А, ну вот, ну, Школкова создала команду, которую... Ну, в общем, мы с Игорем Андреевичем, с одним из наших преподавателей Так подумали, как раз на Всероссийской олимпиаде Так посчитали Раз, два, три, четыре, пять, а, вот, кажется, шесть Шесть сходятся Что такое шесть? Шесть – это количество человек в одной команде Значит, можно ребят, которые у нас занимались, пригласить на турниры Ну, собственно, мы планируем поездку на Кубок Калмогорова Надеюсь, что сможем доехать Вот, но, как такая некоторая тренировка – это Южный математический турнир И мы даже к нему, кажется, чуть-чуть готовились Да, ну, там почти каждую неделю какие-то занятия, может, Олимпиады пробовать Да, да, ну и летняя школа Да, да, летняя школа Я ездил Я ездил, а Спектр ездил Вот, так что, ну, ребятам чуть-чуть помогали То есть не полностью там с оплатой, но чуть-чуть смогли найти возможность оплатить часть Вот так же, как и сюда поездку Вот, видите, я хорошо помню на самом деле Я вот, я не знаю, я вам это говорил, не говорил Да? Витя начинал с СОШа, да? При этом долго не заходил И при этом… Со СОШа вы начинали? Да Или с перечнем все-таки? Нет Со СОШа сразу Я помню, что Витя много вопросов вживую задавал Ну, то есть прям приходил на вебы Ну, редко, но задавал много Ну, не, ну как уж редко Нормально, нормально Ну, половину точно были Половину лет Мне кажется Вот Задавали много вопросов И, блин, это классно То есть, я честно скажу, что реально иногда казалось, что типа, блин, что-то тяжеловато идет курс То есть, может лучше там, например, перечень попробовать Вот Но, но, как бы, если задавать вопросы, если не стесняться это делать, правильно делали, что не стеснялись, то можно, оказывается, вот, получать ответы на эти вопросы Да, и, соответственно, чего-то добиваться И как дальше, как оно сложилось? Ну, вот я в девятом классе занимался на норме 8-9 Ага, ага Ну, я бы не сказал, что я прям жестко занимался Ну, так, иногда смотрел вебчики Вот Домашку почти не решил Ага Вот Потом в девятом классе регион прошел очень плохо Я там весь переволновался, запереживался, там какие-то 19 баллов ужасно Вот Ну, и потом в десятом классе я собрался Начал нормально работать, поработал Ну, самое главное начали сами Да, да, я начал сам решать Вот этот, вот, 10-11 норм Вот, потом на муниципальном там было 42-42 Все нормально прошел на рек Ага И потом прошел на закул Нормально, нормально А где вы учитесь? Ну, в сельской школе В сельской школе То есть, ребят, на всякий случай, вот просто имейте в виду, что действительно можно, как бы, проходить на все раз из любого места Да, то есть там, как бы, ну, типа, сельская школа в Башкортостане Вот, как бы, блин, респект и уважение На самом деле, вот, когда мы еще создавали сам проект, когда думали про кружок, у нас вообще проект Олимпиад, он начался с кружка 4-7 Вот, он был немножко не в том формате, как сейчас, да, стучновато было, видимо, ребятам, не очень хорошо залетало Потом уже перечень, потом сошка Главная идея была в том, чтобы, вот, дать возможность заниматься ребятам, кто как-то, вот, кого обошла стороной математика Ну, то есть, понятно, что не во всех регионах есть какие-то, там, кружки классные Вот И сейчас возможность заниматься онлайн все-таки есть Получается, на регионе, по-моему, 50, да, ровно баллов было? Да, да, да Когда вы на это писали, я еще, прям, реально очень удивился, потому что, ну, как бы, я помню, да, что действительно так тяжело шел курс Ну, вот, как бы Я одну задачу слил, я мог ее решить Ну, это на регионе, да? Да Там геома последняя, пятая, первый день Я решил, я не успел ее записать Ну, как халява какая-то, пятая геома Реально она была несложная, я не успел Не, ну, повезло, что в любом случае 50 баллов было на тот, огромное Ну, а если 50 проходит, то зачем лишнего напрягаться Ну, конечно, конечно Конечно 50 баллов набираем, проходим строго по границе А на серосе 21, да, Павел, у вас? 22 22 22 Ну, то есть, условно говоря, надо решить 4 задачи на призера, но получилось 3 Что тоже, как бы, неплохо Будем верить, что в этом году или все раз, или уже Еще олимпиадских Ну, а остальное тоже пишите? Ну, танк, пишу Бобо, ММО, СПБУ, Фестер, Фестер тоже, Ломоносов В общем, все, 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 чтобы, чтобы, чтобы обезопасить себя На всякий случай А, Сергей, какая у вас история? Начинал я в Москве Начинал я в Москве и... И там же и закончил Ну, получается, я поступил в Мицейтон при МИФИ Там хоть как-то познакомились с Олимпиадами Ну, это в каком классе знакомство с Олимпиадами? В девятом, получается Там готовили к Олимпиадам тоже И вообще, я там только узнал про Олимпиады Там мне рассказали, что они есть, какие есть Ну, и готовили в основном там к Росатому, потому что это МИФИ Ну, да, да, как бы если составляют Росатом, то логично Ага Ну, мне это, конечно, показалось сложным сначала Я от подруги узнал, что есть такая онлайн-школа Что она занимается там на ВСОЖ-норме И сам решил поступить в итоге Ага Ну, и так как мне было скучно на уроках, я... На уроках не только по математике? Да, на всех уроках Ну, не потому что мне это было легко иногда Иногда реально было скучно или сложно И я решил просто заниматься математикой тогда Ага, ага Ну, и в итоге решал, решал И в девятом, конечно, я не так много решал Я больше, получается, читал задачи и их решения Чтобы хоть как-то понять Ага, ага Ну, короче, на самом деле очень важный момент, да, вот-вот-вот Вот этот вот шаг сделать, чтобы самостоятельно побольше начать решать То есть вот постоянно говорим И, ребят, вот кто смотрит, тоже подумайте Насколько вы много сами решаете задач Вы можете смотреть, да, но это все-таки маловато Все-таки очень важно делать что-то самим Даже если вы занимаетесь на курсе Именно в десятом, да, стали побольше решать? Да, в десятом я стал уже больше решать Ну, точнее, в конце девятого я там уже Ну, у меня, получается, талант, можно сказать, в математике Мне, я, получается, впитываю эти методы решения Ну, достаточно быстро, потому что вообще в целом Если начинаешь в девятом классе, да, там за два года За один год, по сути, за полтора дойти до Всеросса Это как бы ничего себе, вот Ну, получается, там где-то в конце девятого я уже Мог сам, ну, сам начинал решать И в итоге в начале десятого уже решил, что надо побольше решать И больше Ну, тоже сначала курс норм, потом перед Всероссом, по-моему, хард выдали Да И, соответственно, на Всероссе какой у вас результат? Тридцать баллов То есть это уже призер Призер двадцати восьми, тридцать Ну, чуть-чуть переработал лишние, конечно, эти два балла Но в целом пойдет, да? В целом пойдет Вот такая вот история трех участников Ну, как бы, я надеюсь, что кто-то из вас, ребят, кто сейчас смотрит Найдет себя в подобной ситуации, что, вот, там, например Чуть-чуть знаком с олимпиадами, там, на уровне регионалки, например Или муниципального этапа И сделаете выбор, да, подумайте, сможете ли вы, вот, действительно, много времени на это тратить Потому что, вот, давайте про время я спрошу А вот вы говорили, что больше начали решать Вот, если так, в среднем в день, как оцените? В десятом классе Да, в десятом классе, когда вы уже побольше решали Четыре-десять 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 Часов в день Часов в день И, конечно, ребят, можно с этим только поздравить Очень надеюсь, что это умение себя где-то заставить Вот всегда ли легко вообще было решать? Или были моменты, когда хотелось Да, ну, все это бросить поскорее Ну, конечно, ну, бывало У Сероса у меня просто была мотивация Ну, а когда я уже выиграл Сероса, мне уже нечего бросать, я уже здесь Ну, это хорошая позиция Это хорошая позиция Ну, конечно, сложно там, вот домой приходишь Сложно сесть, что-то начать решать Ну, поэтому школа есть, да? Да Как бы в этом плане тоже Сейчас пришел из рождения Ну, да, да Ладно, спасибо вам огромное, ребят Желаю удачи не завтра, а послезавтра, да? Завтра выходной Поэтому завтра отдохните хорошо Вот Постараемся И еще увидимся